Альтернативная котельная Добрый день, Андрей Николаевич. Ну, во-первых, сначала хочу поблагодарить вас о том, что дали мне возможность высказать свою точку зрения, пригласили меня к вам в студию. Я вам за это очень признателен. Ну и разговор сегодня я хочу повести не каким-то техническим языком, не какими-то справками и цифрами. Хочу изложить видение этой проблемы в простом, доступном человеческом формате, чтобы и избиратели, и зрители могли нормально воспринять информацию и понять все проблемы. Наверное, это самый лучший формат, который может быть. Я тоже так думаю. Поэтому я думаю, что лучше вот так простым языком. Давайте начнем с нововведений. Какие у них будут плюсы, что это даст Ульяновску? Почему такое решение важно для нас? Ну, решение действительно судьбоносное. Оно действительно важное. Ну, вот я в своей жизни и в прошлой, и в нынешней всегда привык опираться на факты. Никогда не пытался манипулировать какими-то слухами, какими-то другими источниками непонятными, домыслы. Я хочу сейчас опереться на факты. Так вот, факт первый. Независимо от того, будет введена альткотельная в городе Ульяновск или не будет, и это объективно в современных условиях, когда и вода, и газ, и электроэнергия, и бензин, и материалы, и фонд заработной платы, и инструменты все имеют тенденцию к росту цен. В этих условиях невозможно, чтобы рост цен за теплоэнергию оставался на прежнем уровне. Он в любом случае будет расти, независимо от того, будет альткотельная или не будет. Это факт. Я думаю, неоспоримый. Противники перехода на альткотельную почему-то создали очень простую схему предложения, я бы даже сказал, не более того, которая стоит из трех-четырех слов. Что это за слова? Олигарх, кредиты, тарифы, воровство. Все, больше дальше этого почему-то разговоров не идет. Я считаю, что в таком одностороннем виде нельзя людям представлять информацию. И немножко хочу раскрыть, что же все-таки преследует собой альткотельная, какую цель, куда мы идем, для чего это нужно. Вот без этой информации представитель КПРФ доводит до людей, вот то словосчитание, о котором я говорил, одностороннее. Поэтому люди действительно не понимают многого в этом деле. Я постараюсь восполнить этот пробел. И это, кстати, тоже факт, что информацию они представляют одностороннее. Соответственно, люди пугаются тоже очень. Конечно, естественно. Уже это словосочетание, но тоже пугаются. Ну вот, мы же нормальные с вами люди, если просто нам сказать в обыденной жизни эти слова, сразу какая-то тревога, да, внутри. Ну, приведение альткотельной, вот о чем умалчивают оппоненты этой системы, хочу довести, что в течение 3-5 лет для более чем половины жителей нашего города Тарифы, как угодно можно назвать, тарифы, оплата, повышение цен вообще не коснется. То есть те тарифы, которые они платят сейчас на 3-5 лет вообще заморозятся и повышаться не будет вообще принципиально. И это, кстати, именно те жители, коснется тех жителей города Ульяновска, которые сейчас обслуживаются в основном муниципальными предприятиями. Теплосети, теплокомы и так далее. Так вот, просто еще информация такая, опять-таки, для понимания, что вот Олигарх, Вексельберг, Т-плюс. Вот Т-плюс сейчас, в настоящий момент, на данную минуту берет с людей деньги, скажем так, по тарифу, ну, в среднем 1600 рублей за гикокалорию. В эту же самую минуту все муниципальные предприятия, в зависимости от их названий, берут более 2000 рублей. То есть в основном там 40 котель, это 2177 рублей. Почему об этом никто не говорит? Почему об этом молчат? Почему это всех устраивает? А ведь именно для этих людей и будет заморожен тариф. Почему Олигарх берет меньше? Мне вот, как простому человеку, в принципе, абсолютно безразлично, кому я плачу деньги. Для меня принципиально сколько я плачу. Так вот, почему в Т-плюс я плачу 1600, а в муниципальные предприятия 2200? Объясните мне, в чем разница? А разница как раз и в том, что Т-плюс занимается модернизацией своих сетей, а, к сожалению, муниципальные предприятия не имеют таких, ну, скажем так, условий и возможностей, чтобы заниматься модернизацией. У них очень большие потери, устаревшие, об этом мы еще, скажем, ниже, сети. И поэтому, если они снизят тариф, они просто не выживут. Они не смогут существовать, и они будут обанкрочены. Так вот, при вводе Альткотельной все теплоснабжающие организации будут подписывать соглашение с администрацией города Ульяновска о том, какие они обязуются сделать мероприятия и сколько вложить денег в ремонт и модернизацию теплосетей. Ни для кого не секрет, что сейчас у нас более 75% идет износ всей системы водоснабжения. Ну, извините меня, мы все прекрасно помним те случаи, когда у нас фонтан горячей воды посреди зимы бьет до девятого этажа. Помним же? Помним. Случалось, и неоднократно причем. Когда школы, детские сады, жилые дома и другие учреждения оставались без горячей воды и без отопления в зимний период. Ну, я скажу так, если мы в данный момент не воспользуемся тем, что надо сейчас введем от котельни, и у нас появится реальный шанс все эти износшие системы поменять, то мы сделаем очень большую ошибку. И причем, я больше чем уверен, не дай бог случится какой-то вот случай, о котором я сказал, не дай бог, конечно, то первым, кто туда приедет, будет представитель КПРФ с видеокамерой, которые снимут сюжет и будут потом комментировать его, злорадствуя и ругая власть. Это тоже, кстати, факт, в этом я не сомневаюсь. У них аргумент есть, и я с ним согласен. Почему раньше никто не ремонтировал сети? Я с ним согласен. Но вот мы живем в настоящее время, прошлое уже позади. И перед нами уже встала эта проблема. Так мне кажется, лучше сейчас решать эту проблему, чем копаться в прошлом и искать виновных. Ну, найдем и виновных. Пускай кого-то накажем, пускай найдем недостатки в системе. Это все есть, это налицо, и тут нечего спорить. Но это не решит проблемы в будущем. Сейчас мы стоим перед фактом, что наши теплосети изношены. И более 73% имеют срок эксплуатации более 30 лет. То есть они уже свой ресурс выработали. Если в ближайшие 3-5 лет не навести порядок в этом, то все наши теплосистемы просто превратятся в труху. Я об этом говорю давно, как только вступил в эту должность, в должность председателя комитета в законодательном собрании, при встречах со специалистами, при общении, при обмене мнениями, просто при беседах я всегда пытался для себя, так как я был новый человек в этой системе, пытался понять для себя самую главную проблему ЖКХ. Какая она? Я понял действительно, что самая главная и большая проблема это именно старение всей системы ЖКХ, всех теплоисточников, всех сетей. Вот это проблема, которую надо решать. И на всех всегда интервью, которые я давал на телевидении, на радио, на совещаниях, на заседаниях, в докладных записках, справках, где угодно я всегда старался обострить эту проблему. И, ну, что называется, выпучить ее так, чтобы все ее видели. Потому что действительно самая большая проблема. Что добиваются оппоненты этой системы, я не понимаю. Они, видимо, хотят, чтобы наш город впал в коллапс, в конце концов. И все. Так вот, хочу сказать, что 7-8 миллиарда рублей в течение 10 лет будет вложено в модернизацию, в ремонт и замену теплосетей. Это очень большие деньги, которые до этого никогда не вкладывались. Почему они против этого, непонятно. Опять-таки, говорят, что они проглотят все муниципальные предприятия, они станут монополистами, они будут творить, что хотят. Сразу хочу сказать, контроль за ними будет. Во-первых, они будут действовать в рамках тех соглашений, которые заключатся в администрации города. Во-вторых, контролировать, так как они станут монополистами, будет их ФАС. А ФАС в нашей области, к счастью, должен вам доложить, работает очень успешно и плодотворно. Очень строгие. Да, и это правильно. Так и должно быть. Так вот, никакой бесконтрольности не будет. И в любом случае, больше, чем установленный будет правительством Российской Федерации размер повышения ежегодного за коммунальные услуги, кстати, он у нас будет в 2020 году не на 4%, как мы ожидали, а вот сейчас пришли свежие бумаги, и это повышение будет на 3,6%. Так вот, более, чем на эту цифру, никто, повторяю, никто не сможет повысить тарифы. Поэтому вот это вот монополисты, они будут творить, что хотят? Не будут они творить, что хотят. Они будут действовать в рамках закона, и никто им не позволит его нарушать. Ну, кстати, вот в пользу того, что говорят, что они проглотят муниципальные предприятия, купят их за бесценок. Согласно плану, который, значит, существует, более 370 километров теплосетей Т-плюс будет ремонтировать. Из них более, около 180 километров, это именно сети теплокома и теплоплю. Ну, в общем, не буду путаться, муниципальных предприятий. То есть, получается, половина, ровно, примерно, того, что будет отремонтировано, будет отремонтирована именно сети муниципальные. Так что, о каком поглощении идет речь, когда они будут вкладывать в это деньги? То есть, они за них будут делать их работу, которую они будут делать? Конечно. Но дело в том, что они пользуются этими теплосетями. То есть, принадлежащие муниципалитету теплосети используются Т-плюсом для подачи горячей воды своим клиентам. Так как они используют, согласно этим соглашениям, они будут их ремонтировать. Но при этом, замечу, что муниципальные предприятия, их имущество, иначе как в аренду или в концессию, они не смогут ни в каком другом виде будут переданы. Так что, сейчас они арендуют эти сети и пользуются ими. Платят еще и за аренду плюс тому. Ну, если вкратце, то все. Но хотел бы еще отметить такое. Вот лично мое мнение, лично я, когда узнал только об этой алькотельной, я был двумя руками за. Потому что я реально знаю картину, я реально ее оцениваю. На основании всех тех фактов, которые я сказал, я считаю, что это единственный наш шанс систему теплоснабжения в Ульяновске сделать, ну, скажем так, чтобы было достойное и качественное обслуживание всех жителей города Ульяновска. А что нужно жителям города Ульяновска? Им нужно, чтобы они вовремя и качественно получали услугу. И когда они смотрели в платежки, в обморок от этого не падали. А цены были реальные и справедливые. Это и будет достигнуто ралькотельной. И еще хотел добавить, что эти обязательства, которые введение от котельной будет выполняться Т-плюсом, уже поддержали, ну, чтобы проще сказать, более 25 муниципальных образований в Российской Федерации уже подали документы на такую же котельную, как мы были первой в европейской части России, в городе Ульяновске. Уже 25 еще подают. Сейчас идет сбор документов. Среди них и наши ближайшие соседи. Оренбург, Самара, Тольятти, Новакуй, Бышевск. То есть, процесс пошел, и люди поняли, что это действительно благо, и что действительно нет тут цели кого-то, извиняюсь за выражение, обворовать, обмануть. Но мы же все живем в этом городе. Неужели у нас есть цель обмануть своих же, скажем так, избирателей, своих соседей, своих родственников, своих друзей? Мы все здесь живем. И нигде больше жить, я надеюсь, не будем. И все сами же платят. Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, и в заключение хотел бы сказать, что я вот считаю, что все-таки представители, некоторые представители КПРФ, потому что к большинству из представителей КПРФ я отношусь с большим уважением, знаю их, ценю их мнение. Но некоторые представители все-таки вот для чего они вот этот ажиотаж поддерживают? Ну, я считаю, просто для поддержания каких-то протестных настроений, для поддержания интереса к своей партии. Ну, свой пиар, что ли. Других-то вот, ну, как-то вот даже иногда думаешь, ну, неужели они без видеокамеры, видимо, не живут? Они везде ходят не по одному, по двое, и второй у них всегда с видеокамерой. Они приходят на заседание моего комитета, все это снимают, потом приходят к себе, вырезают только то, что они говорили, никто до них что-то говорил, никто им что-то отвечал, только свое выступление и выставляют это как панацею от всех бед. Должно быть объективно, я считаю, выражаться это все. Ну, вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Я думаю, что вот простым, доходчивым, нормальным языком я все донесу. То есть, получается, что вот они тоже же говорят о таком аргументе, что вот на Ульяновске хотят поставить какой-то эксперимент. А то есть, эксперимента нет, что вот, оказывается, другие. какие-то они пытаются, если вот, я вам скажу так, мое мнение, если откатильный не будет, вот тогда будет эксперимент на всеми жителями города Ульяновска и будем ждать, когда же, где рванет и где будет коллапс. Вот это будет настоящий эксперимент. А это нормальный, современный, человеческий выход из создавшей ситуации. Вот и все. Потому что 73% изношенных сетей это даже не 50, это намного больше. ну, люди прекрасно понимают, что это очень большая цифра. И все прекрасно понимают, что так долго продолжаться не сможет. Надо выходить из этой ситуации. А сколько по времени займет модернизация, которую сможет нам привести, ну, не все, конечно, восстановить сети, потому что 73% это огромное количество. Конечно. А вот хотя бы вот вывести на какой-то нормальный уровень. Ну, я думаю, основной упор будет делаться на первые пять лет, конечно. Потому что, чем быстрее все это будет. Но при этом, при всем, нельзя объять необъятное. При таком, ну, скажем, при такой массе работы нельзя за год, за два сделать. Я думаю, в первые пять лет будет по правильному положению. Хотя соглашение будет рассчитано на 10 лет. И естественно, во вторую половину, во вторую пятилетку тоже будут работать. Но самые проблемные аварийные участки, которые, кстати, уже мы это обсуждали, очень сложные. Это среди домов, среди дворов, среди дорог, где вот через пять метров ты пройдешь, тут электрощитовая, здесь надо... то есть очень сложные такие работы. Но вот самые проблемные и срочные участки будут делаться в первые пять лет. Наверное, в списках уже готов какой-то что-то? Конечно. Кого будет первым? Да, мы уже обсуждали его и уже принимается решение такое, что... Ну, пока соглашение не подписано, это все только планы. Когда будет подписано соглашение, тогда уже будем реально смотреть, что в первую очередь будем делать. А вот что будет с людьми, которые сейчас платят больше, допустим, по две тысячи за гигакалорию? Что их ждет? У них ничего не изменится. У них вот первые три-пять лет вообще цены повышаться не будут. Вообще. То есть заморожены будут цены и повышение будет касаться только тех жителей города Ульяновска, которые сейчас обслуживаются дешевле, скажем так. У них будет повышение. Но опять-таки в пределах указанных норм, о которых я уже говорил. То есть там никакого резкого всплеска, когда говорят, что раз нет, и все. Ну, я же ведь тоже живу в этом городе и смотрю людям в глаза, неужели я буду сидеть и обманывать. Резкого всплеска не будет. Повышение будет, да, но и резкое. В пределах, скажем так, постановления правительства. Не более того. А вот по собственному опыту, как депутат из окнатного собрания, вы встречаетесь много с людьми. Вот сейчас есть какое-то изменение у людей в понимании, что вначале неприятие какое-то было? Да, кстати, заметил, да, спасибо за вопрос. Действительно, ну, еще 2-3 месяца назад полное неприятие, полное какое-то, ну, отторжение от одной мысли. Опять-таки, словосочетание, олигарх, воровство, тарифы, все это приводит к отторжению. Но когда людям начинаешь объяснять нормальным языком, когда неоднократные выступления на телевидении, по радио, при встречах с избирателем, я очень часто встречаюсь, объясняю, люди понимают, говорят, ну, а что же мы раньше-то вообще ждали? Действительно, ну, кому хочется, чтобы он зимой остался без утопления? Ни один нормальный человек на это не пойдет. Резкого повышения цен не будет. Более чем для половины жителей Ямовска на 3-5 лет, в зависимости от того, сколько они, насколько больше они сейчас платят, повышение цен вообще заморозится. Его вообще не будет. Они будут платить потому что тариф, что сейчас, то есть, 5 лет их не ждет никакого повышения. То есть, можно еще и предположить, что раз сети будут модернизироваться, а на многих домах стоят счетчики, о чем и речь. Еще меньше платить даже. Это же неоспоримый факт, опять-таки, что в случае модернизации замены теплосетей потери будут уменьшены. Услуга будет предоставляться в качественный срок. Вот эти все люди говорят, у нас, слава богу, погода вот этой осенью радует, но ведь перетопы, их никто не отменял. Постоянно, очень часто. Но я лично открываю окошко в своей квартире, живу в новом городе, потому что дышать невозможно. На улице тепло. А, к сожалению, вот сейчас какие у них по технологии, ты плюс не можешь взять и убавить до определенной температуры. Если они начали отопительный сезон, то они должны выдавать воды не менее, чем 60, там с чем-то градусов, сейчас точно не помню, не важно. Они не могут уменьшиться. Если они уменьшат, они будут за это наказаны. И по технологии у них этот процесс просто прервется, а заново запускать, это ой, какое дорогостоящее мероприятие. Вот опять-таки, перетопы. А муниципальных люди ко мне обращаются. Вот за линию приехал, на Академику Павлову, значит, люди позвонили, приехал разбираться. Там на входе 42 градуса. На входе. На выходе температура человеческого тела, 36. Это все равно, что сам вместо батареи сел, так же будешь обогревать эту квартиру. Какого эффекта? Не до того. Абсолютно. Не до того. А платят? Там счетчиков нет. Люди платят по тарифам. Ой, не по тарифам, извиняюсь, наоборот, по нормативам. А норматив, ты платишь независимо, 40 у тебя на выходе или 80. Ты платишь одну и ту же цену. То есть идет переплата, недоподача тепла и переплата. Вот как раз все те мероприятия, которые будут проводиться Т-плюсом, будут направлены на то, чтобы в дальнейшем это как можно меньше было в нашей жизни. И еще небольшой вопрос по конкуренции. Ведь признание единой теплоснабжающей организации, насколько я понимаю, это не говорит, что Т-плюс только один может будет отработать. Да нет, конечно. Но другие же организации тоже будут отработать. Вот у нас на данный момент 16 теплоснабжающих организаций в городе Ульянске. Именно в городе Ульянске. И все 16 будут подписывать соглашение с администрацией города Ульянска. И если они будут нормально, как говорится, четко планировать свою работу и работать, то они тоже никуда не денутся. Есть те организации, которые еще дешевле ЧТ-плюс предоставляют услугу. Есть. Для них тарифы будут повышаться, то есть они будут получать много денег. Они, возможно, будут развиваться. Вот те, у кого большие, да, там будет заморожено. Что с ними будет? Посмотрим. Но факт то, что альтернативная котельная позволяет установить единую цену для всех жителей города Ульянска и при этом справедливую. Не за высшими, а справедливой. Поэтому, собственно, и метод называется альтернативный. Абсолютно правильно, да. Конкуренция, получается. Кто предлагает лучшие услуги и, соответственно, за меньшую плату тот и будет выигрывать. Естественно. Это закон рынка, никто его не отменял. Хорошо. Я думаю, у нас вопросов мало у кого осталось у зрителей. Спасибо за интересную информацию. Вам спасибо. Спасибо большое. Всего доброго.